А сейчас новость, которая буквально повергла в шок всю нашу редакцию. В Шира, прямо посреди поля, появилась изгородь из надгробий. Но еще большее потрясение ждало корреспондентов, когда они прибыли на место и узнали новое предназначение памятников с местного кладбища. Репортаж Ольги Стельмах. Целая вереница памятников вдоль проселочной дороги. Нет, это не братская могила, как могли бы подумать наши телезрители. Такой даже в голову не придет. Просто один из фермеров таким образом обозначил границы своего участка. Вот такая экономия на межевых столбиках. В отдельных случаях предприниматель не потрудился даже снять венки и таблички с именами усопших. Этот памятник, который сегодня в роли указателя, принадлежал Алексееву Василию Ивановичу. Мужчина умер еще в 80-х годах. Вероятнее всего, недавно у его могилы появилось новое надгробие. А этому вряд ли с позволения родственников нашли другое применение. Как и десяткам другим, которые ограждают земельный надел Владимира Демина. Фермер не скрывает. Взял памятники с местного кладбища, что находится по соседству. И ничего в этом удивительного не видит. Это бывшие памятники употребления. Бывшие. Они и настоящие, и не действующие. Под ними никто не находится, не покоится. Они выполняют другую роль сейчас. Вторичного сырья, имущества, чермета. Как угодно назовите. Но это имеет стоимость. Это металл. Хоть и ржавый, и нехороший. Сдавать его, значит, можно. А использовать для обозначения угловых координат нельзя. Огородить 30 гектар, это не 5 соток огородить. Для этого нужны деньги и немалые. Вот в каком он состоянии, я его подобрал, поставил. Это один экземпляр. А их вон сколько стоит у меня. А сколько здесь памятников? По всему периметру. Их много, они еще и туда дальше идут по угловым координатам. Чтобы знать, где участок и в какую сторону идти. Иначе, как кощунство, местные жители такой поступок не называют. Не разделяют рвение к такой экономии в администрации. Поселковые власти даже отправляли фермеру официальное требование убрать памятники с участка. Но получили весьма неожиданную отписку. Все, что так напугало сельчан, бутафория. Получили ответ от арендатора о том, что данные объекты не являются памятниками, а являются предметами лишь похожими на них. И он, стараясь визуализировать границы своего земельного участка, имеет право ограждать его и визуализировать всем, чем он хочет. В том, что памятники реальны и совсем недавно стояли на столь же реальных могилах, сомнений нет. Однако с бумагами на землю у фермера все в порядке. Мужчина арендует участок, разводит скот. Сегодня это всего 9 голов. Убирать же добровольно над гроби категорически отказывается. Между тем, появление на полях изгороди из памятников шокировало других животноводов. Еще несколько месяцев назад вспоминают, с могильных столбиков на пастухов и вовсе смотрели лица. Когда он поставил, там даже фотографии были и надписи. И он сейчас взял фотографии, там, с каких убрал, с каких не убрал. А надписи все, фамилии, имя, имена, все, все на памятнике осталось. Он взял, заклеил скотчем, просто замотал. Как будто еще кладбище второе открыли здесь. Памятники все понаставили. Раз взаимопонимания нет, единственный выход – связаться с собственником земельного участка. Но пока сделать это не удается. Живет он в Абакане и на связь не выходит. Возможно, владелицы не в курсе, что клочок его земли обнесли такой странной изгородью. Если и так не получится решить вопрос, дело дойдет до разбирательств в суде. А пока ширинцы присматриваются, нет ли в стихийной изгороде памятников близких им людей. Ольга Стильмах, Никита Сигай, Вести Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...